Здравствуйте, дорогие гости! Очень рада мы вас видеть, особенно рады в такое время, потому что всё получалось так, что мы боялись, что даже не будет открытия. Зато недолгое знакомство. В принципе, мы знакомы уже давно с Владимиром Ивановичем, но именно близкое общение началось именно последние две недели, пока работы привозились, пока мы делали переэкспозицию. И что хочется сказать, здесь обычно на открытиях я рассказываю что-то, рассказываю об экспозиции, о человеке, а Владимир Иванович очень скромный. И какую-то информацию о нём получить было довольно сложно. И из бесед, всё, что мы смогли, и в принципе у него уже была одна персональная выставка в 2013 году, по-моему, да? Или было даже несколько? Персональных. Персональных было несколько. И вот кто немножечко в теме, я вам скажу, у кого была не одна, а несколько персональных выставок, уже бывают материалы, экспликации, всё. А мы всё это делали, создавали сами практические разговоры. Вот именно потому что человек не любит о себе рассказывать, автор, за него говорят работы. И да, и выставку, я думаю, что название выставки тоже я не буду никак трактовать, потому что это Владимир Иванович называл, он сам вам объяснит идею. И хочется сказать, что выставка будет три недели. Говорите всем знакомым, родным, она очень-очень интересная. И до 14 февраля она будет проходить. Это вот всё это его эпархия. Это моё ему слово. Священное действие – очень бесходящее слово. Вот так вышло, вот само, само вышло. Да, да. И как Владимир Иванович утверждает, как бы всё это, не нами всё это придумано, спроектировано. И сами работы напоминают такое, действительно, какое-то священное действие. Я не буду углубляться в философию, как бы жизнью философию автора, он лучше о ней сам расскажет. Это всегда очень легко переврать, что-то не так сказать, не тот акцент сделать. А на уровне самих работ я, как экспозиционер, ощутил, ну, это моё мнение, ощутил, как бы, вот такое реальное воплощение того, что нам как раз вот и заповедовал. Тот, который там сверху передал через уста своего сына. Вот, что он создал многообразие, то есть всё в жизни очень просто. Да, укладывается в несколько заповедей, они здесь представлены как раз. Вот, Владимир Иванович воплотил просто. Вот, они очень простые. Жизнь, на самом деле, как бы невероятно проста, как, в общем-то, многие сюжеты, на первый взгляд, да, как на первый взгляд многие сюжеты работ у Владимира. Но, при этом, я нечасто сталкиваюсь, то есть крайне редко, с многообразием форм воплощения, да, вот подобно, действительно, сразу напрашивается аналогия, подобно тому, как Господь создал многообразие форм. То есть, мир настолько невероятен, необъятен, да, но при этом в нём всё настолько просто. Всё укладывается в какие-то... И было удовольствие как ребёнку отчасти вот почувствовать себя таким ребёнком, да, и как пазлы складывать, вот эти вот необычные по форме. То есть, меня вот, как человек, который занимается экспозицией, очень было приятно, с этой точки зрения, увидеть, как бы, старание, умение, вот, и попытку вписать не в традиционные, там, да, квадратные, да, формы квадратные, да, прямоугольные формы изображения, да, ну, содержание, визуальное содержание, скажем так, какой-то идеи, какой-то мысли. А ещё и вот не полениться, а поработать, как бы, с формами. Вот. На это не всякий автор решается, вот, кто-то, ну, я думаю, даже ленится. Я в связи с этим вспомнил Костеркадон, над этим я вспомнил, как бы, историю с одним моим учителем, который учил меня, его уже нет, он замечательный саратовский художник, фотографию напишет, савший по поводу, вот, выставочных деятельностей, да, не буду поддаваться на подробности. Вот, однажды я просто, вот, на своей выставке, создавая её, пребывал в таком, каком-то, очень углубленном, таком состоянии, такой, погружённый в себя, я, чтобы развеселить его, хоть как-то немножко вытянуть из этого состояния, я пришлось к слову, сказал, говорю, Владимир Иванович, а вы знаете, что про вашу работу наш водитель говорит там в музее, в большом нашем была своя козелька, на которой она ворота, в его возил, он так, в таком состоянии, погружённом, говорит, что? Я говорю, он говорит, окуш, мать, эти художники не могут делать работы одного размера. Ну, в смысле, их удобно, он их когда выгружает из машины, удобнее брать пачку, так, раз, 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 одинаковых работают, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие. И на что Владимир Иванович, что-то такое, признанный, умудрённый человек, и художник, так сразу улыбнулся, говорит, а правда, мы ведь вот хитрим и обленились, заставить нас всех вместить какую-то любую мысль в один формат. Вот задача. Поэтому, возвращаясь как бы к виновнику вот этой, в кавычках, экспозиции, Владимир Ивановичу, мне порадовала, как бы, вот эта неленность, не ленность, действительно, и не боязнь. То есть, многие ведь авторы не делают этих форм, я знаю просто, я столько уже авторов выставлял, столько работ, но многие действительно просто боятся быть раскритикованными, что ли, да? Вот, как бы, есть стандарт, есть колст, есть традиционные манеры исполнения, вот, есть стандартные формы, да? Квадрат, ну, там, другие формы, скорее бы, в архитектуре только встречаются, многообразие форм в архитектуре. А вот Владимир, как принято, Владимир, не получается. У кого-то, наоборот, не получается, да, по имени называть. А вот он не побоялся, и я говорю, я тогда завершу, как бы, повторением своей мысли. Было очень приятно сделать экспозицию, потому что в какие-то моменты я чувствовал себя вот таким ребенком, который пытается вот из этих пазлов, вот, который каждый из которых продуман, там, через пропущен, через свою жизнь, там, полными всяких историй, вот, о чем вы лучше у него лично спросите. Вот. А мне, значит, пытаться угадать, сложить, выстроить, как-то это не ошибиться. Вот. Ну, а получилось то, что получилось, вам судить. Я не являюсь как раз следуя заповедям, вот, не будучи верующим, но очень уважая и принимая и следуя заповедям, я не считаю себя истинной высшей дистанцией. Я тоже несовершенен. Что получилось судить вам? Ну, я тоже. Наверное, в альпинизме, немножко представляете, скалолазный альпинизм, когда идут в паре, в тройке, как говорится, связки. Когда опора, значит, на... зная, что он тебя держит, ну, я немножко коснусь твоих тех лет, вот, так, маленький такой, пройдемся. Значит, всегда, как говорится, по-нашему, как говорится, всегда он старался и там впереди идти. Если надо, есть такое слово, топтать, когда снегу много, вот, он всегда впереди. Сложные участки тоже впереди. То есть, это... Или судьба выбрала, и, как говорится, у него судьба именно такая, через сложности перейти к простоте. Поэтому, вот, когда вы будете оценить многие, когда вы увидите картину, ну, и не только такие есть картины, мы видели другие, но сейчас вот отобрана, как говорится, вот, самый изюмин, как говорят, вот эти картины, а это и жизненная философия, действительно, вы правильно сказали, главная любовь. любовь, бесконечность и вера в Бога. Тоже мы все идем к нему своими путями, каждый свой путь. Кто-то быстрее проходит, если правильно идет, то есть, ну, как черно-белая полоса, если правильно идешь, меньше ошибаешься, значит, и ты, и Бог тебя ведет. Вот, в принципе, он пришел, он идет сейчас прямо, примерное подражание, очень хорошее, да, жизненное перипетие, и его, как говорится, и Афганистан прошел, много чего, и жизненные такие сложности были, которые, то есть, и он преодолел, преодолел, в принципе, можно так сказать, и сейчас как есть ангелы-хранители, которые, то есть, и над ним длай, и Бог, и те, те ушли, которые от нас в мир иной, но они с Богом, как говорится, наши, мы вечные, как говорится, наши души вечные, поэтому, и сейчас, я думаю, и поддержка идет от них, какое-то вдохновение, вот, тоже, тоже, и ему помогает, он отдает стоицу, стоицу всего, еще, он сделает добро, он отдаст намного больше, вот, у него, вот, как действительно, я сегодня сказал, это как нещерпаемый сосуд, Бог дает, 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 он отдает, и ему все больше и больше, и этот талант, ну, вот эта философия, она в простоту, числа простоту, а вот смотришь, такие глубины, философские, заложенные в этих картинах, в Абнер. Я даже не буду, ну, мне кажется, что здесь, у каждой картины можно останавливаться, и подолгу рассказывать, но вот, автор все-таки, что-то нам еще, может быть, поведает. Я хочу всех вас попередствовать, всех вас попередствовать, прежде всего, любовь нашего Господа Господь, Иисус Христос, входя в каждый дом, он говорил, мир, дом и символ, я желаю мира, каждому пришедшему сюда, мира Божьего этому месту, потому что без него ничего не получается, нет, нет возможности человеку даже сделать один вдох или один выдох, без Господа. мы не всегда это осознаем, почему-то больше в критических ситуациях, мы это думаем, все о том, что Бог, все совершает у нас. И чем больше человек живет, тем, наверное, чаще соприкосновение с Богом, больше хочется об этом говорить, наверное, больше хочется говорить о любви Божьей, включая ее в своей жизни, на каждом плане шагу, потому что Бог и Господа все сотворено, в Библии об этом написано, что Бог есть любовь, и словом его сотворено, и Беса едет и дает. И мне об этом хочется говорить, не знаю, сколько Бог дает сил, столько я стараюсь это делать, мне понравится, я просто испытываю от этого удовольствия в жизни, вижу смысл и радость, когда что-то получается, все с Божьей помощью, и желаю вам всем, кто сегодня с нами не поленились, потрудились, встали, приехали, добрались, с Божьей помощью здесь, прежде всего, быть здоровыми всегда, радостными, Господь говорит, Родочи, здесь всегда учить и срадоваться во всех обстоятельствах, наверное, это тяжело, когда не очень радостно, но когда получается преодолеть какую-то грусть, печаль, с Божьей помощью еще это можно, надо это делать, и пусть во имя Иисуса Христа сердце ваше наполняет радость, его любовь, его милость, пусть Бог вас хранит везде, и ваши дома, и семьи, ваши пусть будут, просто как покровом, Божьим, всегда везде, и суды твои, я вам очень желаю, и искренне вам всем благодарен, что вы здесь, и друзьям, которые, я даже не могу сосчитать, что 40 лет, 41, я начал работать художником, а сколько лет мы уже знаем, если нам говорят, что уже 58, потому что 50 лет, давно, не важно, но вот как-то так Бог устроил, еще многие друзья будут приезжать, и очень добрыми детьми Господь меня благословил, и приехав сюда, в этот дом, Игорь Викторович, он говорит, я не буду много говорить, потому что, что-то перебрать не хочется, а мне не хочется не добрать, тоже надо как-то себя немножко сдерживать, приятно слышать, когда люди громадко все говорят, и так красиво у них получается, думаешь, неужели это все, вот это, про тебя прям так говорят, спасибо вам большое, я благодарю Богу, за ваши золотые руки, за ваш профессионализм, за ваше тепло, уют, который вы создаете в этом помещении, где вам Бог дал уйти, и люди видят вашу любовь, мы видим это в ваших трудах, Господь сказал, по делам вашим вас узнают, просто, что вы мои ученики, вас будут вызывать по вашим делам, о том, что я в вас, будут говорить ваши дела, ваши слова, ваши поступки, иногда наши слова не соответствуют поступкам, Господь это управляет, чтобы мы не говорим до того, как что-то еще не сделали, он нас от этого не оставляет, он просто нас научает, и идем дальше вместе, мы говорим, идем дальше вместе, я вас люблю, любую, какие бы вы ни были, вы похожи на меня, в каждом из вас присутствует Бог, вы все драгоценность просто для Господа Бога, относитесь к себе соответственно, любите себя, Господь говорит, разлюби ближнего как себя, нам понятно первая часть ближнего, мы начинаем так говорить, а вот как он тебя еще поведет, любить его, не любить, сегодня может быть и не очень, вчера, вот нормальная сфера, как-то легко получалось, любить, а сегодня мы что-то, как-то не столь ноги, что ли, встану, мы замечаем, перемен настроения у нас есть, но Господь это нет, Господь нас любит, любит, просто любит, и нам есть у Него учиться, чему, вот это для меня бесконечная тема, для обучения, читая Писание, Библию, Слово Божие, там столько любви и милости, и об этом хочется, говорить, писать, читать, рассказывать, петь, желаю вам всем, этой вот, божественной, милости в Вашей жизни, мудрости, любви, засохранить каждого, и Бог Господь, Господь до сих пор, и до сих пор каждого, и Бог Господь, помните это всегда, знать, быть благодарными Ему, и учиться у Него, делать, как можно больше доброго, что, все, что по силам в Вашей руке, всякое добро, какое можете делать, Господь, делайте, по Вашим силам, по силам, я Вам дал, говорить, немеренно, неизмеренно, сила у Вас, во всем, и военность у нас, никогда не прекратится, рассматривайте, не торопитесь уходить, есть возможность, что-то распространить, я здесь, с удовольствием отвечу, на какой-то любой вопрос, потому что, я не могу, что-то рассказать, но отвечать на вопросы, проще, чем заранее, что-то придумывать, и по окончании, у нас там, целый пир горой, здесь, помещение, даже никуда не задумать, расходиться, потому что, эту гору, надо съесть, и выпить, и делать с удовольствием, договорились, все, спасибо, раз, что мы уже посвятили, этому времени, сделаем это, еще секунду, можно, экскурсию, это может быть, какой-нибудь, произойдете, с удовольствием, потому что, я слышала, тут были пожелания, просьбы, чтобы автор сам рассказал, и вы имеете эту уникальную возможность, потому что, немногие смелые, но мы видим, что там люди, это подходит, подходит, и как раз, можно сейчас уже и провести, и ключевое слово, вы, наверное, его произнесете, что выставка открытая. Думайте, если это ключевое слово, я его произношу, выставка открытая. АПЛОДИСМЕНТЫ ДАЛЕТА Очень ляло, СОЛЬНОВА ЭЛИ И САЛОДЫ ВИТА, Потому что, Я СМОТРЕЛА ВАШУ ПОДСКАЗКИКИ СОЛЬНОВА И СЛЕКО ХОЛОШОВА Я ХОЧУ ПОЖЕНИТЬСЯ Я ХОЧУ ПОЖЕНИТЬСЯ НА ТОБОЙ Я ХОЧУ ПОЖЕНИТЬСЯ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok